мы будем пить чай это как называется не помню не помню все его знают типа я себе взяла типа это ты себе взял типа он себе взял это чай хотя у тебя так хорошо давай получается просто это я взяла картошку кстати действие никогда не ела но в смысле пирожное ну все поняли это аналогично так батон сходили за чаем майонез майонез наши любимые более-менее сосиски бюджетные лучок пиво до рыбе то рыба то у него есть это томатная паста набор перца набрала души как всегда просишь одну штуку и арахис где по всему себе все пьем чай блюз наши папу в покупке точнее но там который лежит на ее такой уже нету хорошо мы потому что ты видела на руками трогал смысле которых железочкой ну да где губка 40 взял себе на лету да такой нет железно купить надо железный такой обычно нету так это с фикс прайса тоже новые носки 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 5 пар это тоже отсюда получается на летом тапки и ошния далее далее трусы трусы футболка такая вот обалдеть в нее влез красивый короче принт волк вулкан что это написано классная такая классная такая футболочка джинсы новые уже подшили заехали укоротили размер сзади вот так вот сейчас буду стирать двойной карман пусть носит здесь потертость три часа выбирали капец хуже чем с девушкой ходить честное слово вот блин смысл сказала вот брюсу как мне снимать так сразу сам ко мне целый день не подходит этот как снимать так начинает подбегать да брюс в общем я сейчас сделал опять набег на аптеку брюс ну отойдешь ты или нет ну вот твоя мордочка и что все отходи так что я тут купила ну что такое палисорб энтеросорбент прошу для приготовления суспенции или прямо внутрь кремний диоксид коллоидный первый раз купила что это за порошок его даже не чувствуется блин он как то прям пакет какой то вот 46 рублей стоит это вот при отравлениях в общем для ну или очистки организма да пройдешь ты или нет брюс все хватит давай 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 ляжь уже все ляжь лежи вот так и лежи так презервативы для ультразвукового исследования не знаю как раз купила по-моему я взяла стуки две это мне ну на узи в общем женская вот так метрогил гель это от прощей на лицо розовые угри вульгарные угри инфекционные заболевания экзема видите геморрой геморрой можно ну мне от угрей надо это сюда далее никотиновая кислота это витамин сразу а то сейчас мне напишут сразу вот опять ты лекарства покупаешь какие лекарства абсолютно нормальные я покупаю лекарства буквально смотрела видео вот других блогеров блогеров и того что что я смотрю а если говорить о том о подружках да там моего же возраста или младшего возраста который тоже там болеет или тем или этим о чем уж тут говорить вчера смотрела не буду говорить что за канал но в общем то я и не помню у нее уже есть сынок там ей 25 или 27 лет пожалуйста у нее тоже артрит поставили колени да и что и она тоже об этом рассказывать и мне например очень нравится когда показывают лекарства показывают то что выписывают врачи это ну не знаю мне кажется вот мамочкам это мне кажется очень классно это витамин то есть я к чему это веду что мне ну конечно не очень приятно когда мне пишут что как будто ты постоянно болеешь я не согласна лично болеют все например если я смотрю видео тоже не буду называть ну одну назову например Елена Тур да вот это постоянно у нее не дышит нос постоянно чем-то болеть мне прям так уже раздражает так и хочется написать господи пропей ты вот эти дорогие лекарства пропей подними иммунитет подними во первых иммунитет своим детям а не вот эти всякие вот эти покупать там я не знаю от кашля что они покупают ну конечно так и будет без конца болеть ничего это так не поможет извините нужно принимать когда уже запущенная форма нужно принимать что-то серьезное и иначе она перейдет в хроническую форму вот так и хочется написать или одна там тоже есть постоянно вот снимает эйвон фаберлик постоянно тоже болеет постоянно постоянно шмегает топли текут аж потом хочешь не хочешь сама начинаешь заболевать из-за того что постоянно смотришь слышит этот голос болезненный так хлоргексидин где он тут их две взяла часто пользуюсь также лицом протираю им можно полоскать горло и интимная гигиена также можно в общем как-то подмываться да там так это для горла постилки от кашля ну и знаете в качестве вот когда горло першит где-то особенно если едешь там сейчас заходила смотрела ищу у меня есть от загара с того года еще остались покупать не буду что касается отпуска да вот вот собираемся а я для усиления загара ищу ну блин цены самые дешевые 500 рублей стоят это мне шприцы для витамина для витаминов вот этих сколько здесь 10 штук взялась здесь 10 ампул это витамин никотинка да который для роста волос для роста ногтей для кожи ну мне есть честно я не замечаю что там на коже у меня прыщи я не знаю ничего не помогает уже ой я это принимаю для расширения сосудов он расширяет сосуды потому что сейчас начинается жарко и мне начинается опять плохо ну в общем у меня в сосуде да больные голова больная я купила витамин пока я не купила никакого лекарства пока попробую проехать на витаминах вот отсюда шприцы это у нас люканозол это да это уже лекарство это я согласна но это от этого никуда не денешься далее от прыщей я взяла лактрофильтру попробую попробую попить почистить кишечник при дисбиозе влагалища по две таблетки три раза в день дисбиоз а ну потому что кишечник рядом поэтому и поэтому и значит влагалища я не знала мне просто нужно что гастроэнтеролог сказал что вот эти я никогда не принимала он сказал что вот попей посмотрим если улучшения не будет значит это не кишечник значит это все-таки гормональная херозность либо просто да у меня нарушены этот уссальные эти железы на лице взяла себе такой шампунь для Петит Марслие яблоко и олива укрепляет волосы написано вкусно пахнет яблочком шампуни такие тоже никогда не покупала и взяла уже в какой раз себе зенерит ну как в какой раз им я пользовалась последний раз года четыре может быть назад этим зенеритом да тогда он мне помог он идет с антибиотиком эритромицин цинковый комплекс да цинки и эритромицин вот тогда он мне помог все тогда у меня не было прыщей я долго долго не покупала его не хотела не хотела ну и купила в общем думаю ладно посмотрим может быть в общем сейчас у меня упор видите на прыщи эти две штуки я купила для прыщей и еще метрогил попробовать его курс пройти насколько я знаю там вот еще во вторую надо будет купить после нее максимум может быть третью потом уже не стоит потому что будет привыкание на эритромицин на зеркалин зеркалин который я вам показывала вот у меня я так понимаю что на него у меня привыкание там клиндомицин антибиотик по-моему не ошибаюсь название если не могу запомнить не помогает да как-то он не стал сначала помогал помогал ну мне так кажется не знаю вижу что как-то влазит вяло текущее что я думаю уже как-то ну я чувствую что уже не помогает как-то вот мне так я так чувствую лично и я подумала возьму другой антибиотик ну в общем вот у нас он стоит 610 рублей раньше я его покупала за 300 в 2009 наверное за 300 рублей я его покупала на первом курсе я приехала в Россию учиться в Ставрополь с Актау из Казахстана и вот он стоил около 300 рублей два раза подорожал ну и я какая-то постоянно удивляюсь такая штука интересная у меня просто она как будто такая знаете рассыпалась что-то видимо может мне так кажется отравление вот здесь написано кишечные инфекции герарийный синдром пищевая лекарственная аллергия дисбактериоз вирусный гепатит хроническая почта недостаточно интоксикации профилактика для работников вредных промышленных одну взяла я его здесь не чувствую даже что он тут есть насыпан настолько легкий значит вот и все мои покупки я же еще раз говорю что вот я пошла за вот для лица один день просто плохо так было один день ну вот это 3 дня назад было по-моему ну весь день еле ходила это знаете когда плохо совсем ходить вот это руки ноги толком не двигаются башка очень сильно болит воздуха не хватает ну если давление да какое-то вот в городе а у нас здесь на возвышенность город Ставрополь очень часто головные боли думаю проколю его и все и все сейчас пойду купила кефир пойду оладики делать к чаю чаю попьем может с работы придет сейчас график поменяли теперь он у меня работает на выходных вот выходных у нас как бы нет кстати мне интересно куда вы собираетесь ехать отдыхать мы тоже думаем куда ж куда ж уже как бы от финансов зависит наше черное море ехать ничего не отличается как ехать ну если про нормальные условия говорить да как ехать за рубеж там в ту же Турцию мне кажется ценовая политика абсолютно одинаковая 4,10 в аптеку зашла называется все такое знаете ну конечно же там есть дорогие препараты типа зенерита вот эти естественно но лактофильтром ну блин сумма конечно 1559 плюс 48 то есть 1600 общая сумма захода в аптеку туда хоть не заходи причем я ничего такого не купила абсолютно там из лекарств все такое стандартное то есть сами понимаете витамины заходить конечно офигеть куда мы катимся куда мы катимся куда уж видите самую мелкую в смысле очень мелкая настолько мне она очень нравится то что маленькая так приятно кушать вообще в рот закидывать смотрите видите какая у меня тут еще жарится второй заход и думаю еще третий сделать третий вот у меня остатки вчера два захода было ой и думаю может еще лук обжарить тоже будет очень вкусно потом со сметаной салат на ужин стандартный тоже белень вся есть но единственное что нету редиски а так перец болгарский все здесь ну блин лето само за себя говорит у нас жарко плюс 21 но у нас уже неделю ветрище ветер 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 пройти невозможно прическу вообще ничего не сделаешь витруган пыль вчера вышли пришли а у нас пылища у меня мята сушится ну что-то у нас сушеная какая-то его мою у нас было много это от родителей все что осталось обмываю его все какой у меня застрач ну все это потом я убираю чистим чешу я тесто кладиком вот у меня здесь получается 900 ну миллилитров кефира да то есть я все вылила но я когда выливала в общем было 800 на самом деле потому что иногда в общем они не доливают 3 яйца у меня здесь видите я добавила зеленый лук зеленым луком буду делать первый раз ну и все и по пропорциям в общем там добавляла ну одна чайная ложка соды здесь все три стакана вот таких муки муки сейчас будем делать а сметану я решила не добавлять не знаю ну вот что у меня получается пышные поднимаются во всю готовлю я второй раз в жизни первый раз мы так не поднимались ну всегда так а вот с блинами у меня вообще тихий свет уже свет наверное и не получится никогда уже что у меня получилось я конечно как наготовлю так наготовлю куда их столько теперь у нас сегодня никто и не приходит в гости вроде завтра наверное надо будет мужа усучить в этот чтоб на работу забрал эти горячие еще синие не достать вот они такие пышные получились лука же получается лука добавила мало и вот соответственно его как маловато его еще еще столько же положить то было бы ну это и так проэкспериментировал не знаю вот как-то так аллилуйя Как называется фильм? Мама дорогая Да, он сейчас будет смотреть кино Российская Сейчас закажется, как мне херня Потом ты мне скажешь, что я включила Но я хочу посмотреть Погромче сделаю Не надо прыгать Вас пользуетесь лесом Короче, мыло плиту Что-то у меня увеличено Все палец порезала Вот этой штукой Заржавела Сейчас еще пипец просто Не видно В общем Видите, весь палец Я даже не почувствовала Охереть Как я умудрилась раскрывать То кровище, прям до мяса Будьте осторожны Очередные покупки в магните Это я себе пирожное купила Как оно называется? Чизкейк Чизкейк верона Торт песочный В общем, отрезок от торта А эти что, как называется? Эклеры? Эклеры Так Так Насхинкал Без хинкала жить не можем Курица Это что, у нас копченая? Да Ну, вообще Так захотелось, честное слово В пакете не очень видно Ну, ладно Майонез Бананы Подспевшие, да? Поэтому распродают, да? Какое-то новое масло Мы такое не покупали Подворье Можно было, между прочим, взять и две За такую сумму Ну, то есть Распродажа, да? Соломка и семья с икрой Это у нас рис Круглозерный Перец Болгарский И на суп Потом Что это у нас? Порковка, да? На суп тоже Пиво Антон Грубин Горох И на суп Ну, в общем, мясо, да? Курица А что ты это пиво взял? Раз такое когда-то покупал? Ну, давно когда-то пробовал Хороший суп Ясно Сейчас будем курицу, в общем, есть Продолжение влога Я сейчас нахожусь дома Я постирала Вот, видите, у меня тут все сушится Тюль Убираюсь, хочу дождя Это у нас рыба сушеная Красноперка, вобла Еще какая-то Вот, много ее 30 градусов Дышать нечем Голова вообще просто Хочу дождь Потому что дома Так Муж замариновал По-моему, судака Так Я думаю, сейчас это все пожарить Пока он на работе Я хотела, чтобы он это все сделал Но вчера он пришел уставший Ничего не сделал Ну, я рыбу доверяю ему Потому что больше все-таки Он ее любит как-то Сейчас Ну, здесь что? Здесь майонез Все такое стандартное Сейчас будем обжаривать ее Я налила Пам больше масла Прям вот-вот Сковородка у нас уже плохая Надо новую покупать Хочу, чтобы она немножко тонула Там Я-то, в общем-то, рыбу-то никогда не жарила Толком Так Баловалась Нечищенную Немаринованную В общем, жду пока Закие это Масло, да, закипит Думаю, что же к нему-то Опять пюре, что ли, сделать Картошку жарить не хочется Потому что Все это в масле В масле Все такое жареное Все такое вредное Сегодня кашу ела На утро Так что ждем А, ну да Я сажала накрыть, в общем-то, крышкой Была сковородка Тефали Что с ней стало Надо новую сковороду покупать Кстати, у меня День рождения 7 июля Не знаю, что делать будем 25 лет у меня исполняется Для тех, кто не знает Сколько мне лет Это как бы круглая дата Родители у меня далеко Как-то все неинтересно Вот духотища не могу Неинтересно в плане Ну, празднования, да Ну, когда родных своих Со своей стороны нету Думаем, куда поехать на лето Хочу повезти к своим родителям Знакомить своего Они еще не знакомы Но Дороговато обходится путешествие Со Ставрополя в Калининград Как-то Дороговато Еще такой прикол Можно сделать Например Кинуть перчик Чеснок Обжарить все это Оно выдаст Сок выделит Потом это через ситочку убрать Потому что понятно Что чеснок-то подгорит И тоже масло назад заливаем И будет такой вкус Ну, у нас уже, в принципе, замариновано Все, он это сделал По-моему, без чеснока Перца Небось Уксус там еще чуть-чуть есть Бухну Сейчас ждем Закипит Совсем не пьется у меня И все-таки Нарзан Такой противный на вкус Конечно Все надо мыть Сейчас свет включу Полы мыть, драть Потому что дышать нечем Все в пыли Я вот думаю Может не вешать этот тюль Потому что на пыль собирает А дышать невозможно Ну, вот-вот-вот Хендмейт От Якбеш Заклеила швабру Сушатся носки Цветочков Мне совсем мало Ну, вот они Кактус сюда поставила Надо землю Земля у нас там вообще Черти где Я не могу достать Алоэ разросся Невозможно дышать Жарко 30 градусов В мае месяце Обалдеть Если, конечно, это судак Потому что я Вечно все забываю То, конечно, можно сделать В кляре Да, в этом Но что-то я не хочу Использовать муку Не использовать Как будет лучше Непонятно Мне хочется просто Филе обжарить чуть-чуть Я просто не знаю Я не помню, в каком хотел У меня днище пошло Ну, думаю, ладно В следующий раз Пусть сам это и делает Тем более у нее завтра выходной Ну, вот, насколько я понимаю Минуту 4-5 С одной стороны И также с другой стороны Для обжарки Достаточно будет Чтобы попробовала Какая-то несоленая Подсаливаю Ну и вот, что у меня получилось Красота Вкусная, на удивление Хоть я рыбу не очень-то люблю Ничего такая вкусная Уже съела кусочек Вот такое где-то Объедение Всем приятного аппетита Брюс гуляет Брюс Укус яку Ой, все, уходит Потревожили, потревожили Какое окно у нас грязное От дождя В общем, жаловалась Только что, что жарко Как по заказу пошел дождь Хоть теперь дышать есть чем Ой Классно Сетка Через сетку Едать, не едать Кузя Брюсечка Ну что ты Ну сиди Да шо ж я тебя трогаю, что ли Ой, хорошо Просто бомба О да Они там такие тоже кустарни Вы дождь приехали Сейчас будет как дождь ливанет У нас небо Так Ну короче Мы приехали На природу, да Отдых А так как всегда Пикник у нас Идем ко мне поближе Короче Ленин Пихарики Пиво дома Наверное будешь пить Или ты не будешь Не знаю Ну вот Баклажаны кстати, да Жарить будем Ням-ням Щавель Селедочка Да Так Больше всего Нас что интересует Ты квас куда убрал, да Где-то Так Сок томатный Угу Там А, пончики Мы уже понапускали Я не знаю Оба Американский Вот Это мой А это Тоже мой Все мое Во Сейчас будем лопать Как ее открыть Главное не перевернуть С обратной стороны Как с обратной стороны Ну вот здесь по-моему Открывается Ага А здесь Дождь пошел Ням-нямка С ветчиной Сыр просто это, да Затемнел Да Ворюга Всем приятного аппетита Мы хотим есть Хотели писать Теперь хотим есть Значит я баклажаны Синенькие Так сказать Сейчас я их обжариваю Вот Во всю Жарится Нарезаю я по одному сантиметру В данном случае Я вот Взяла И вот так их нарезала Просто у меня мало помидоров Практически не хватит Так я их в длину режу Обычно И потом С майонезом С чесноком Но вы увидели Сварила Значит борщ зеленый Вот этот Со щавелем Щавеля взяла мало На мою кастрюлю Надо брать В общем Два пакета щавеля Щавеля Все Лук надо будет потом Репчатый Обжарить Чеснок Не все Как-то так сделаю Да Гора Конечно Еще та Уже вчера Слопали Баклажанки Мои Сука Масло Но масло Мы не едим Вот так вот Просто берем Подогреваем И все Вот себе Подогрела И вот зеленый борщ Обедаю Так сказать Мушу 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 На пледике Спит Светик На твоем Еще так Я его здесь Подвернула Он сам уже знал Что на нем спать А нет Я его положила На него Уже два раза Стирала Брюс Как ты лежишь Без шампуня Скупала Его сполоснула О господи Рот Просто Чтобы освежить Да и пыльный Весь Лазит На полу валяется Сейчас жарко Ему Половую жизнь Ведет Так У меня тут Стирка Черная Полила цветочки Кстати Хотела показать Как его Когтиточку Крысу Значит сразу Отвернул Не сразу Но Как видите Он ее Расхерачил Кстати Выпускаю Макса То есть Харька Он тоже Когти Точит на ней Брюс Очень полюбил ее Я даже подумать Не могла Вообще Она очень ему понравилась Также садится На нее Лежит Макса Выпускаешь У нас Скот Ревнивый И он Садится Здесь И защищает Вот пришел То что я Разговариваю Снимаю Видео Вот Да Твоя Ой ты мой Ну вообще Ну вообще Мой Зайка Такая киска Умница Показал Как надо Да Вот так Он делает Лысина Его Еще Сделай Брюс Как ты Точка Сделай Сделай Пожалуйста Мурзик Ну Сделай Вот Тут рыбки Нарисованы Да Брюзик Брюзик Какая сторона Тебе лучше Вот эту Ты Делал Так Засовываем Ну что Брюс Будем Прощаться Мышки С этими мышками Ну Кот У нас Любит Мячики Это Макс Таскает Кот Не очень Такое Редко Он Практически Не играет В основном С мячиками Мячики Гоняет Ну Мячик Куда-то Заваляли Не можем Найти Наш Зеленый Ой Такая Киська Ой Такая Киська Брюс Все Всем Пока Пока